ПЕСНЯ Сказал Господь, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Ивангельское чтение, положенное церковным уставом в этот день, продолжает открывать нам истины, изложенные Господом нашим Иисусом Христом, Его Нагорной проповеди. В этом отрывке Господь продолжает показывать разницу между законом Моисея и теми заповедями, которые составляют сущность Завета Нового. Спаситель говорит, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Седьмая заповедь Ветхозаветного диколога запрещала блуд и тем самым охраняла чистоту брака. О том, насколько высоко ставилась эта заповедь, говорит тот факт, что ее нарушители даже подвергались смертной казни. Христос же поднимает нравственную планку Ветхого Завета еще выше. Он говорит, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Иудеи воспринимали, как грех сам факт нарушения заповеди, то есть саму измену. Господь же говорит о том, что грех прелюбодеяния начинается намного раньше, в сердце человека. Святитель Афанасий Великий отмечает, любодействует с женою не только тот, кто совершает сам грех прелюбодеяния, но всякий, кто в сердце согласен на дело, но препятствует ему или место, или время, или страх гражданских законов. Следовательно, сердечная склонность к тому или иному греху – это уже, по сути, грех, который просто не получил еще реализации. Именно поэтому Господь предупреждает нас влюсти свое сердце. Свидетель Иоанн Златуус пишет, «Христос пришел избавить от злых дел не только тело, но еще более душу. Так как благодать Духа Святаго мы принимаем в сердце, то Спаситель прежде всего его и очищает. Сердце – это то место, где возникает и рождается все сламое доброе, возвышенное и светлое в человеке. Но в то же время Господь предупреждает и об обратном. Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Вот почему Господь утверждает, что грехом является не только само прелюбодеяние, а даже нечистые помыслы, мысли, любострастные воззрения на лист противоположного пола. Таким образом, Спаситель удерживает своих последователей от греха не только в действиях, но даже и в помышлениях. Свидетель Иоанн Златуус спрашивает, «Зачем засматриваешься на чужое лицо? Зачем стремишься в пропасть? Зачем ввергаешь себя в сети? Ограждай свои глаза, прикрывай свое зрение, положи закон очам своим, послушай Христа, который, угрожая, приравнивает бесстыдный взгляд к прелюбодеянию». Ведь что пользу в удовольствии, если оно подвергает непрестанному страху и вечному мучению? Не гораздо ли лучше, немного воздержав силы своих помыслов, удостоиться вечной радости, чем за малое удовольствие от порочных желаний мучиться бесконечно? Началом всякого греха является соблазн. «Именно поэтому Господь предупреждает, если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну». Святитель Илари Пиктовийский поясняет, «Лучше лишиться даже самых полезных и необходимых членов наподобие глаза или ног, чем из-за порочной привязанности дойти до общения с гиенной. Следовательно, осечение членов может быть полезным, если возможно исторнуть привязанности сердца». Конечно же, большинство экзегетов воспринимают данные слова Христа не в буквальном смысле, как призыв к увечию себя, а в смысле духовном. Глаз и рука, которые нас соблазняют, это склонность нашей воли ко греху, и именно эту склонность мы должны исторнуть из себя. В конце же сегодняшнего евангельского отрывка Господь говорит о святости брачных уз. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Согласно закону Моисея, развод допускался при определенных условиях. Господь же предупреждает, что всякий развод, кроме вины супружеской измены, неприемлемый, так как толкает обе стороны к прелюбодеянию. Святитель Гриорий Богослов поясняет, хотя закон дает развод по всякой причине, но Христос не по всякой причине разрешает развод, а позволяет только разлучаться с прелюбодействием. Все же прочее повелевает переносить любомудренно. Господь знает слабость человека и потому предупреждает его от поспешных действий, которые могут привести к еще более худшим последствиям. Именно поэтому Он запрещает разрушать богоустановленный брак по всяким причинам. Но почему Господь так щепетильно относится к тому, что связано с человеческим телом? Потому что тело человека, с точки зрения Нового Завета, это храм Духа Святаго. А если душа и тело каждого христианина есть не что иное, как храм Божий, неужели мы вправе его разрушать или даже оскоренять всякими плотскими страстями и вожделениями? Ведь тем самым мы изгоняем из нашего тела самого Бога и тем самым все более и более удаляемся от него. Святитель Игнатий Кавказский замечает, в Новом Завете грех любодеяния получил новую тяжесть, потому что тела человеческие получили новые достоинства. Они сделались членами тела Христова. Это значит, что нарушитель их чистоты наносит тем самым уже бесчестье не только самому себе, но и Христу и расторгает единение с Ним. Помня об этом, мы должны стремиться соблюдать свои души и тела в чистоте, потому что только такая чистота может приблизить нас к Богу и соделать нас участниками вечного блаженства, которое по сути и есть цель человеческого существования. Субтитры создавал DimaTorzok